Так просто открыть кран и налить в стакан воды. Сколько труда вложено в эти капли, об этом известно работникам старейшего предприятия Вологды, Вологодского горводоканала. Они прослеживают весь ее путь, от реки и озера до квартиры Волокжан, и отвечают за каждый ее грамм. От качества и безопасности этого природного продукта напрямую зависит здоровье, а то и жизни людей. А это значит, огромная ответственность лежит на всех, от рядового слесаря до генерального директора предприятия. Свой путь к водопроводным кранам жителей города Вологды вода начинает здесь, плотина деревни Михальцево. Ежедневно через эти ставни проходит до 100 тысяч тонн воды. Назначение ее простое и вместе с тем очень сложное. Сохранить в мелкой реке Вологде такой уровень воды, чтобы ее хватило для забора насосами. Главный распорядитель сторожил участка, мастер насосной станции Виктор Шукшин. За 20 лет под его контролем на городские очистные утекло 730 миллионов кубометров воды. Самые горячие дни и бессонные ночи для бригады Шукшина ранней весной, когда наступает пора ледохода. Когда если затвор идет, то что тут набывают шуги, в общем полная река льда до самого дна. И вот потихоньку регулируя затворами уровень реки, поднимаем уровень, лед всплывает и пропускаем лед. 2013 год для этого участка стал знаковым. Впервые за 30 лет рядом с плотиной укрепили берега. Сделали реконструкцию старой станции, поставили насосы, заменили водоводы. В следующем году можно браться за ремонт новой станции, которой уже 22 года. И гарантировать жителям Вологды бесперебойную подачу воды, несмотря на аварии любой сложности. 1874 год. Этот год стал знаковым для Вологды. Именно тогда городские чиновники и депутаты впервые обсудили вопрос об устройстве водопровода. Коммунальную услугу волокжанам пришлось ждать еще четверть века. В декабре 1898 года по проекту инженера-технолога Михаила Алтухова из Санкт-Петербурга, автора первого российского водопровода, торговый дом братья Бромлей и Ко завершил строительство основных сооружений водопровода. Из предусмотренных проектом проложено 10 верст, 269,5 сажени, уличного водопровода чугунными трубами, установлено 20 пожарных гидрантов, построена насосная станция и водонапорная башня. В качестве источников водоснабжения определены 3 артезианских цважины. Мощность водопровода составила 75 тысяч ведер в сутки, стоимость строительства 150 тысяч рублей. Исходя из этого, городская дума постановила определить продажную плату в одну четверть копейки за ведро воды из городского водопровода. Сегодня на балансе МУП ЖКХ Вологда-Горводоканал находятся 3 водозабора на реках Вологда и Тошня и Кубинском озере, общей производительностью 403 тысячи кубометров в сутки и 4 подземных водозабора общей производительностью более 3 тысяч кубометров в сутки. Длина водопроводных сетей более 600 километров. Ход воды по трубам контролирует 64 повысительных водопроводных насосных станции и одна зональная. Две трубы по 1400 миллиметров, подающие воду от водозаборного оголовка сюда, в насосную станцию. Этот проект задумывался в 70-х годах прошлого века, когда инженеры-романтики мечтали повернуть вспять северные реки. В 90-м строительство водозабора из озера Кубинское запустили, уже с чисто практической целью, устранить дефицит водопроводной воды в областной столице. Уникальная станция. Вода по каналу через фильтры поступает по двум трубам диаметром 1400 миллиметров в приемную камеру. А дальше мощный насос по 100 железнодорожных цистерн час направляет воду в город. 26 километров она проходит под землей и вливается в реку Вологду в районе плотины Михальцево. Сегодня помощь бригаде Шукшина не нужна, поэтому во владениях Николая Большакова мастер насосной станции Кубинская тихо. Насосы стоят. Так бывает нечасто. По 6-9 месяцев в году Кубинская питает Вологду. 2002 год безводный. По записям можем наблюдать, что насосы приходилось включать на час-два. Тогда воды не стало даже в озере. Воду берегли и копили, как золотые монеты. И аккуратно порциями переправляли в город. Зимой 2003 года стало еще хуже. Воды в фарватере не более 40 сантиметров, а в канале замерзшая в лед верхняя вода легла на дно. Патовая ситуация. И тогда люди с этой станции совершили подвиг. В наш канал вода вообще не поступала. Шла по руслу. Тогда пришлось поставить самодельную типа плотины из деревянных щитов. Разрезали лед, опускали эти щиты, сухону перегородили и какая-то часть воды пошла к нам в канал. Таким образом мы обеспечили бесперебойную подачу воды в Вологду. За работами на этом объекте вся Вологда при помощи СМИ следила с конца 2000-х. На очистных сооружениях водопровода началась нешуточная борьба за качество водопроводной воды. Вологда-Горводоканал стал первым муниципальным предприятием Вологды, которое запустило масштабную реконструкцию, да и еще напрямую взаимодействуя с Европой, потому что общегородская проблема требовала оперативного решения. Удалось привлечь огромные заемные и грантовые средства. Общая стоимость проекта почти миллиард рублей. Была установлена новая запорная арматура на сетях, поставлены новые насосные агрегаты на насосных станциях. Все это, в принципе, было как-то автоматизировано, что позволило значительно повысить устойчивость работы не только очистных сооружений водопровода, но и всего водоканала в целом. На очистных водопровода был построен блок ультрафиолетовой очистки, модернизировано реагентное хозяйство, введено в эксплуатацию системы приготовления флакулянта и щелочи, установлены насосы, дозаторы подачи реагентов. Строгий учет ресурсов дал результат. Вода стала лучше, а ее потери снизились. Ее стало хватать всем, при том, что ее подача сократилась на треть со 140 тысяч кубов до 100 тысяч кубометров в сутки. Многие помнят времена, когда качество воды оценивалось, видно или не видно, ноги в ванной. И нормально помыться можно было тогда, когда шли вот эти вот затяжные сериалы по вечерам, то в настоящее время круглые сутки вода есть. Поставлена новая задача достроить четвертый блок очистных сооружений, который даст новые гарантии качества вологодской воды, а также позволит произвести капитальный ремонт существующих сооружений, находящихся в непрерывной работе с 1962 года. Уход от жидкого хлора, переход на гипохлорид. Это тоже вот одна из приоритетных задач, для того, чтобы нам уйти, скажем, ну и вкусовые качества воды, они сразу резко изменятся, плюс ко всему прочему мы уйдем от хлорорганики. В любое время года и суток десятки бригад ежедневно выезжают на устранение прорывов водопровода и канализации. Только они знают, какой гигантский урон организму волог донесет прорыв артерии с водой или утечка канализационных стоков. Помогаешь людям, спасаешь все-таки товари, это все. И уже соображаешь, для чего это нужно и вообще, и что может случиться без нас. Состояние сетей водопровода и канализации одна из серьезных городских проблем. Средний износ составляет 74%. Полевой работы много, поэтому обеспечение комфортных условий труда неотъемлемое составляющее производства. Ну, сейчас полегче стало работать. Новые стали перевозить детали и для прорыва теперь меньше времени затрачивается. Специалистами Вологда-Горводоканала подготовлена программа модернизации на 9 лет, предусматривающая перекладку 400 километров сетей, снижение потерь в 30 раз, а количество аварий в 4,5 раза. Сточная вода после очистки близка к речной. Для реки Вологды это огромный плюс, учитывая ее маловодность. В 2012 году на очистных сооружениях канализации завершена масштабная реконструкция. Теперь в воде, которая прошла путь по всем городским водопроводным и канализационным сетям, можно осетров разводить. Все пробы соответствуют самым высоким рыбхозовским требованиям. Бюджету это не стоило ни копейки. 200 миллионов рублей Вологда получила в рамках природного гранта «Северное измерение». Ну вот мы сейчас находимся с вами как раз в голове реконструкции. Она началась вот от этого рубежа. Вот эти трубопроводы, большие и толстые, денитрификаторы. Раньше они выполняли другую функцию, совсем дальше аэротенки и вторичные. Вот это все сердце очистных, биологическая очистка, которая, собственно, и удаляется из-за огрязнения источных вод, была реконструирована. Проблема санитарной очистки города стала решаться в конце 19-го, начале 20-го века. Первый городской осенизаторский обоз, организованный в 1894 году, к началу 1905 года имел 15 бочек с телегами и 6 рабочих. В 1910 году городское управо приняло решение об устройстве осенизаторских полей или сливных ям во всех частях города. В 21 веке на службе очистки городской канализации трудятся умные бактерии, так называемые активный ил. Одновременно в 12 сооружениях очистных находятся около 50 тонн ила. Излишки утилизируют и складируют, но жизнь требует новых срочных решений и вложений. Это вопрос безопасности города. Вологодский городской водоканал «Сильнейшее муниципальное предприятие Вологды», общая стоимость которого приближается к 2,5 миллиардам рублей. Но главное богатство предприятия – это люди. Профессионалы своего дела, ежедневно на своих участках совершающие маленькие и большие подвиги. Не зря главной визитной карточкой водоканала стали его династии и специалисты, у которых в трудовой книжке стоит одна запись за 40 лет. Вологодский горводоканал. Работы хватает здесь. Без работы не останется. Город растет, коммуникации растут. Они стоят друг за друга горой, помогают друг другу, приводят работать сюда своих братьев, детей, жен, пополняя славный список водоканальцев из тысячи имен. Самым младшим кадровым резервистом сегодня считается годовалый Максим Хомутов. Надежда, бабушки, папы и мамы. И коллектив в основном мужской, то есть поставят мужчиной. И работа. То есть начать можно здесь, а дальше как пойдет, как у него желание будет, какому труду, какому виду деятельности. На сегодняшний день уже испытываю гордость в том, что я водоканалец и я работаю на этот имидж, на имидж предприятия. Это особый мир, понимаете, это призвание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...